Россия пора уйти от политики сохранения занятости любой ценой и не бояться сокращения неэффективных рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Парадокс заключается в том, что совсем недавно мы слышали совершенно другие призывы и заверения, что интересы рабочих будут защищены, например. Как же так? Почему в очередной раз меняются правила игры в стране? Здравствуйте! В эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. У нас в студии вице-президент АПРО России, гендиректор компании «Русский огород» Владислав Корочкин. Здравствуйте, Владислав Леонтьевич. Добрый день. Директор департамента информационной политики и связи с общественностью Московской торговой и промышленной палаты Андрей Лапик. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. К нам также должен присоединиться сегодня еще директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Надеюсь, что он доедет по московским пробкам, доберется к нам. Потому что и его касается сегодняшняя тема напрямую. Ну и вы, уважаемые слушатели, также можете принять участие в нашей программе. Звоните нам по телефону 6510996, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Сегодня же мы будем голосовать. Дело в том, что мы хотели бы понять ваше мнение. Готовы ли вы переехать и поменять профессию, господа слушатели? Куда вы хотели бы уехать? Какую профессию получить? Для этого нужно просто отправить смс на номер 5533. Если вы готовы, то отправляете смс на этот номер с буквой «А». Если не готовы, то на этот номер 5533 отправляете букву «Б». В конце программы мы подведем итог. Ну и, конечно же, будем следить за ходом голосования. Итак, премьер сказал следующее, цитирую, «Всех нас ждут не самые простые времена, и именно сейчас нам нужно воспользоваться нашим очень серьезным преимуществом. Оно заключается в том, что у нас очень низкий по сравнению с европейскими странами уровень безработицы, поэтому нужно уйти от политики сохранения занятости населения любой ценой. Кому-то, это может быть довольно значительная часть населения, придется менять не только место работы, но и профессию, и место жительства. У меня вопрос. Мы что, живем в послевоенное время? У нас страна подверглась какой-то аномалии. Почему мы должны менять профессию вместо жительства? Куда ехать и на кого учиться? Владислав Леонидович. Ну, я думаю, что мы живем в ситуации, чем-то сходном с окончанием войны, как вы сказали, потому что мы живем в эпоху смены экономик, то есть перехода, по сути, в новые экономические реалии. То есть тот уклад, который существовал в предыдущие 30-40-50 лет, он изменяется полностью. И это предполагает как раз необходимость непрерывного обучения и возможности даже смены профессии 3-4, а может и 5 раз за одну физическую человеческую жизнь. И то, что это до сих пор как бы не стало общим местом, и несмотря на все очевидные проявления именно того, что я сказал уже сегодня, то, что это никак не реализовано ни в программах обучения, ни в программах ориентации молодежи, это большая проблема на самом деле. Потому что те проблемы, о которых сказал Дмитрий Анатольевич, они гораздо более серьезные, чем даже он сказал. Андрей Иванович, а вы тоже так считаете? Мне кажется, что потеря миллиона человек трудоспособного населения ежегодно, начиная с 2015 года, уже само по себе предполагает, что те же самые рабочие будут идеально защищены. И количество вакансий, которые были озвучены, свободных вакансий, свободных вакансий в крупных компаниях, которые на сегодняшний день не заняты, это озвучил вице-президент на заседание правительства. 1 миллион 200 тысяч свободных, на которые никто не претендует. Андрей Иванович. Я не думаю, что здесь кризис в такой степени сейчас, когда нужны революционные какие-то перемены. Мне кажется, здесь нужно меняться очень аккуратно, тем более мы знаем, что большая инертность существует у населения. И есть масса проблем, которые мы, наверное, сейчас обсудим, которые связаны с тем, что просто так поменять место жительства, например, практически невозможно. Мы ни в Европе, ни в Америке живем, где привыкли к этому. Могу подтвердить это хотя бы тем, что существует огромная разница просто в разы между недвижимостью, стоимостью недвижимости в различных регионах. Если я работник предприятия депрессивного, которое нужно закрыть, что логично, оно мешает, тянет экономику назад. Если я оказываюсь в этой ситуации, что наше предприятие закрывается, есть такие поселки, там, условно говоря, 10 тысяч населения, одно крупное предприятие, остальное все. Как только закрывается, значит, недвижимость вот в этом поселке, она мало того, что низкая, потому что, как правило, в провинции это 3-4 раза ниже, чем в Москве стоимость жилья. Она сразу же падает в несколько раз еще. И, соответственно, продав эту недвижимость в депрессивном городке или поселке, я не могу купить даже комнату в городе, где мне могли бы предоставить работу. А предприятие тоже не готово финансировать и помогать? Так в том и дело. Очень дорого. Предприятие готово взять работника, окей, пусть он приедет откуда угодно, но обеспечить его жильем гарантированно вряд ли. У нас потеряна уже давно вот эта система там общежитий и прочих вещей. Ну, это, наверное, и логично в связи с изменением вообще устройства экономики. А теперь или нужно будет строить, на что предприятия вряд ли пойдут, или нужно как-то решать по-другому за счет государства. Вот здесь государственная помощь тогда нужна. Но как мы уловим вот эту ситуацию, когда действительно люди расселяются и куда они идут, и какая у них квалификация? Здесь масса проблем. Да, а государство-то готово к этому? К чему? Ну, к таким изменениям. Но одно дело, знаете, продекларировать, а другое дело быть готовым к тому, чтобы люди, а, меняли профессию, б, просто меняли место жительства. Да, поднять мобильность, трудовую мобильность в стране, она в 3-4 раза должна быть увеличена, по сравнению с тем, что у нас сегодня есть. Конечно, я думаю, что сам факт того, что Дмитрий Анатольевич сказал, это говорит о том, что начинаются какие-то изменения. Потому что, конечно, на сегодняшний день государство к этому не готово. То есть сейчас наверняка нужно вырабатывать какой-то конкретный план, вот принимать одно решение по одной из тех непопулярных решений, которые необходимо принимать именно в силу трансформации экономики, смены укладов экономики, которые неизбежно вызовут и неприятие, и отторжение, и сопротивление определенных групп по разным причинам. Я вам даже скажу, какие группы будут сопротивляться? Прежде всего, рабочие, служащие. А я им-то еще... Они-то самые незащищенные. Так вот, государство должно подумать, как их защитить. Как я уже сказал, что количество, уровень безработицы в стране ниже некуда. Количество свободных вакансий миллионы, миллионы незаполненных. А вот как соединить одно с другим и объяснить, что теоретически любой человек, который там пройдет, пройдя определенное обучение, может быть даже онлайн, получает какую-то новую современную профессию из новой экономики, он тут же находит себе новое рабочее место, как правило, более высокооплачиваемое, чем то, на которое он до сих пор... Вот еще вопрос. Как правило. Вот как правило. У нас зарплаты средние в России уже выше, чем в Испании. Так, между прочим, да? То есть конкурент... Сейчас вы шквал звонков не согласны. Я могу проверить. Мы сейчас идем с вами на новости. Я сказал про средние, не про конкретных людей. Буквально через 10 секунд новости, и потом мы продолжим этот разговор. Россия нам предлагает менять профессию, место жительства. Предлагает нам это делать премьер-министр Дмитрий Медведев. Или, по крайней мере, к этому готовится, потому что меняется система экономики. Не только в нашей стране, но и во всем мире. У нас сегодня в гостях вице-президент опор России, гендиректор компании «Русский огород» Владислав Корочкин и директор департамента информационной политики и связи с общественностью Московской торгово-промышленной палаты Андрей Лапик. Наш телефон в студии 65 10 99 и 6, код города 495. 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Мы также хотели бы понять, готовы ли вы переехать и поменять профессию. Если вы готовы, то отправляйте нам смс на номер 5533 с буквой «А». Если не готовы, то на этот же номер 5533, но отправляйте букву «Б». В конце программы мы обязательно подведем итог. Ну, например, готовы ли вы переехать из Москвы в какой-нибудь сибирский городок на другую работу? Голосуйте. Нашим гостям я же предлагаю дальше обсуждать и попробовать пояснить или отстоять точку зрения Дмитрия Анатольевича. Дело в том, что по мнению того же Медведева, России необходимо наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, как он сказал. Уделяя особое внимание моногородам, где потребуется реструктуризация градообразующих предприятий. Значит ли это, что моногородов в стране вообще не будет? И что будет с людьми, которые там живут? Вот в чем вопрос, самый главный. Владислав. Вопрос сложный. Мы все помним Пикалева. Нет, мы все помним Пикалева и вот этот переходный период. И что говорил президент, мы помним тоже. От индустриальной экономики в постиндустриальную информационную. Он, конечно, сопровождается ликвидацией большого количества предприятий. Так было в Америке. Там эти пояса, там, как это, Браун, коричневый пояс, где вот эти заводы все. Это все же прошли уже другие. То есть мы просто немножко отстали на самом деле. Ну немножко отстали. Мы очень множко отстали. Ну хорошо, пусть будет. Так отстали. Пусть будет ножка. И вопрос как раз и состоит в том, как правильно распорядиться, во-первых, пониманием того, что будет происходить. То есть обычно тот, кто второй, он имеет возможность использовать тот опыт, который был накоплен до него. И проводить более осмысленные мероприятия, более осмысленные действия гораздо быстрее. С одной стороны. И вторая проблема, это, безусловно, обеспечение социального мира, социальной стабильности. То есть нужно понять, как вот те люди, которые там живут, как их правильно подготовить, обустроить и без всяких катаклизмов, ко взаимному удовольствию тех же самых рабочих перевести в другой, по сути, экономический уклад. Обучив, дав в руки какую-то новую специальность, может быть, и, как я уже сказал, я уверен, что это должны быть более высокооплачиваемые, более высокопроизводительность на рабочие места, чем те, которые они занимают сейчас. Мы знаем очень хорошо, как при смене укладов изменяется структура трудовой занятости. Как переход... Это мы знаем на примере других стран. На других странах и вообще историческом. Но у нас этого не было. Так вот сейчас стоит вопрос о том... И мы не готовы к этому ни физически, ни морально никак вообще. Идея-то хорошая. Идея великолепная, об этом говорили давно. Нет, нет, а альтернатива этой идеи какая? Сохранять все так, как есть, нереально. Нет, это очень плохо, мы видели по Пикалеву то же самое. Я же и сказал, что должна быть выработана некая дорожная карта, как сделать так, чтобы вот эти... У нас есть дорожная карта, сколько... Да, потому что дорожная карта это понимание, иллюстрация того понимания, которое сегодня существует на данный момент. Если мы будем говорить, какие альтернативы, какие развилки, какая альтернатива, сохранение все в таком виде, как сейчас есть. Да, вот так, допустим, в том виде. Откуда будем брать деньги на финансирование с учетом того, что сейчас будет происходить в мире? Финансовый, экономический кризис и так дальше. Откуда? Неоткуда. Ну вы сами признали, что государство не готово. Если государство не готово, но декларирует такого рода вещи, которые сразу же начинают будоражить население, особенно в моногородах, это говорит о том, что мы, а, не думаем вообще, у нас нет стратегии. Какая дорожная карта? У нас нет ни тактики, ни стратегии, ни работы с людьми. Пиар не работает. С этим я могу согласиться. Я же сказал, что вот те элементы, которые вы назвали, стратегия, тактика, выработка и четкое формулирование тех этапов и необходимых действий, которые надо совершить, это и есть суть того этапа, который, по сути, начался с выступления Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич, правильно. Вот Дмитрий Анатольевич начал как раз пиар-компанию по поводу того, что нам нужно быть морально готовым к тому, что в ближайшие годы будут перемены серьезные. Ну, морально можно подготовиться. А как это практически делать? А я вам скажу, как между строк это мы прочитали. То есть готовьтесь к тому, что вы будете, а, без работы, у вас не будет средств к существованию, и вам нечем будет кормить детей. Это прочитывают так люди в моногородах. Вот я поэтому сказал, что с людьми нужно работать и объяснять. Так сначала с ними нужно поработать, объяснить, а потом только декларировать. Мы же знаем эту историю, когда людям предложили, между прочим, альтернативы. Там нужно было ездить в соседний поселок, там за где-то 20 километров, у них была работа такая же, примерно оплачиваемая и так далее. Но поскольку надо было ездить, уже это вызвало отторжение, вплоть до скандала, который пришлось лично Владимиру Владимировичу улаживать. Уладили один скандал в ручном режиме, второй, третий, поняли, что в системе это не работает. Действительно, все эти моногорода содержать нереально невозможно. Как решить эту проблему, вот этого пока нет. Мы этого не видим. А люди, естественно, напрягаются. Поэтому, ну, можно посмотреть, куда ехать-то. Собственно говоря, мы говорили о зарплате в первой части. Ну, посмотрите, у нас средняя зарплата... Я про Испанию специально не стал дальше говорить, потому что это сейчас взорвет просто. У нас телефон просто ляжет. Нет, ну, подождите, смотрите. Да, у нас выше, чем в Испании, зарплата в Москве. И все. Это да. У нас даже в Питере меньше зарплата, причем так, существенно. Потому что 33,5 тысячи средней зарплаты по Санкт-Петербургу. А в Москве 50,2 тысячи. А дальше мы смотрим регионы, замечательно просто. Недалеко от Москвы есть Орловская область, там 13,3 тысячи рублей. Рядом есть Брянская область, 18,6. Ой, посмотрите, Екатеринбург и Новосибирск. Тоже замечательно. А Кемерово 13 тысяч. Кемерово депрессивный. Ну, он депрессивный, но там есть, значит, как бы... Там шахты, причем очень хороший уголь. Там есть химические предприятия и так далее. Там металлургия есть. Ну, казалось бы, уже как-то надо платить. Ну, и там не платят. Поэтому где найти вот это вот золотое место? И учтите еще одна вещь сопоставимая. Стоимость жилья. Она абсолютно кратна. Вот как в Москве 50 зарплата тысяч, 150 тысяч стоит 1 метр. То есть 3 зарплаты на метр. И везде так. То есть если возьмем Краснодар, допустим, или там Новосибирск, тоже будет 3, ну, может быть, 4 там зарплаты. Я думаю, что жители как раз вот этих регионов готовы переехать в Москву. Вот они готовы поменять профессию и переехать в Москву. Пока. Да. Но обратного процесса мы не увидим. Ну, так все, кто мог переехать в Москву, уже переехал. Да. Сказали, что она не резиновая, поэтому увеличили площади сразу до Калуська. Нет, ну, на самом деле, одно из решений, кстати, вот в Подмосковье сейчас это проводится в качестве политики, то есть это строительство жилья только в совокупности создания новых рабочих мест. Это очень правильно. То есть и реальная себестоимость нормального, полностью комфортного, полностью оборудованного коттеджа, допустим, да, которые привезут из Китая, смонтируют вместе с мебелью и с дизайном, 550 долларов в квадратный метр. Так, между прочим. У нас он будет стоить дороже. Вместе с доставкой... Тут еще вопрос, зачем нам этот коттедж? Вместе с доставкой и сборкой оттуда. Вопрос о том, о соотношении стоимости жилья и рыночной стоимости, откуда она берется. Так вот, если будет одно из решений для моногородов, это как раз размещать вот эти технопарки и производственные зоны вместе с современной инфраструктурой, со строительством тех, того жилья и той инфраструктуры, которая сегодня обеспечит комфортное проживание для любого человека. С таким подходом трудно не согласиться. Единственное, с чем я не согласен, это с цифрами. Потому что самое дешевое, что я нашел на сегодня, себестоимость, опять, по 2013 году, жилья в Ивановской области, вот беру только на центральной территории. Я примерно представляю. 28 тысяч рублей. Я еще раз говорю. А я еще раз повторяю, что наши китайские товарищи готовы строить нам города на тех условиях, что я вам сказал. Под ключ, со всей мебелью и со всем дизайном. А мы не готовы, они готовы всему миру, они готовы везде строить. На свои деньги. Надо нам они здесь или нет, это другой вопрос. Это главный вопрос. Они трудиться и жить готовы. Нет, они готовы просто на тот кредит, связанный, который они выделяют определенным российским компаниям, за эти деньги построить эти поселки. Но это что означает? Это означает, что мы грузим китайское производство, опять, китайское производство, но я просто говорю о соотношении цен. О соотношении цен. 5533 это номер, на который вы можете голосовать. Если вы готовы переехать и поменять профессию, то отправляйте нам буквочку А. Если не готовы, то букву Б. В конце программы мы подведем итог. Также вы можете принять активное участие в нашей беседе по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Я, готовясь к программе, наткнулся на очень интересное письмо, открытое письмо. Называется это письмо следующим образом. Москва. Путину. Открытый вопль. Написал его Илья Аронович Забежинский. Он руководитель лесопильного завода на севере Архангельской области в городе Мезень. Преподаватель основного богословия на катехизаторских курсах в Санкт-Петербурге Архангельской области. Выпускник философского факультета Санкт-Петербурга Института богословия и философии. Так вот, в этом письме, я его сейчас читать не буду, потому что не успею за минуту до новостей, но в этом письме, это вот реально открытый вопль. Человек говорит о том, что он голосовал за Путина, и их небольшой городок реально отдал голоса «Единой России». 63-69% «Единой России» и «Путину». Никаких административных ресурсов не было задействовано, потому что городок маленький, они друг друга знают, и они 100% гарантируют, что они проголосовали. Но теперь возникает вопрос после выступления господина Медведева, что они проголосовали за кого? Они дали, ну, скажем так, все бразды правления, да, и президенту «Единой России», а их сейчас ставят на грань выживания. То есть после этого заявления господина Медведева они перестают существовать, как городок. И он призывает просто приехать к ним и выпить водки, поговорить с мужиками, и тогда все ответы господин Медведев получит. Понимаете? Нет, минутку, это лесопильный завод? Да, это лесопильный. И кто-то мне хочет сказать, что нам в стране не нужен лес. Вот я вот опять, кто им сказал, лучше бы что-то там в Тихомолку их закрыли. С моей точки зрения, у нас колоссальная потребность в различных материалах. Мы продолжим, пожалуйста, сразу после новостей. Нам предлагают менять профессию и место жительства. По крайней мере, об этом заявлено из уст премьер-министра Дмитрия Медведева. Нужно сказать, что президент поддержал эту инициативу. У нас сегодня в студии вице-президент «Опора России», гендиректор компании «Русский огород» Владислав Корочкин и директор Департамента информационной политики и связи с общественностью Московской торгово-промышленной палаты Андрей Лапик. Вы же можете нам позвонить по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Также мы проводим голосование. Хотели бы понять, готовы ли вы переехать и поменять профессию? Если вы готовы, то отправляйте нам смс на номер 5533 с буквой «А». Если не готовы, то на этот же номер 5533 отправляйте букву «Б». В конце программы подведем итог. Могу сказать только, что сейчас ни одного голоса нет за то, чтобы переехать. Я могу объяснить. Поскольку основная аудитория в Москве, все уже переехали. Поэтому выбор уже сделан. Можно же на самом деле менять профессию и менять место жительства, только если твои условия кардинально улучшаются. Согласны? Это на сегодняшний день актуально только для крупных корпораций. Когда люди перемещаются в региональные филиалы, растут там, доказывают свою состоятельность профессиональную, возвращаются потом в материнскую компанию или уезжают в следующий регион на более высокую должность. И таким образом строят карьеру. Для молодежи это отличный вообще способ продвинуться по карьерной лестнице, доказывая делом, а не связями там, какими-то там и так далее, свою состоятельность. Но это только для больших крупных корпораций, которые при этом ведут эту политику. Потому что можно и не вести ее, и не ротировать так кадры. Для тех, кто работает на маленьких предприятиях, никакого смысла, конечно, вот с точки зрения конкретного человека нет. Нет смысла продавать бизнес в квартиру в Вологде и уезжать в Иваново. Ну, просто нет никакого смысла. Потому что бизнес примерно везде в одинаковых условиях на сегодняшний день находится. Я бы предложил другое обсудить. Там вот в статье Дмитрия Анатольевича еще была речь о том, что нужно общественное объединение слушать почаще и так далее. Вот мне кажется, что если будут приняты решения какие-то кардинальные, то есть по закрытию вот этих моногородов, допустим, ну, предприятий, без всякого совещания с людьми, то это будет патастрофа. Это будет взрыв. И с людьми как раз надо обсуждать. Вопрос, где площадки, где это обсуждается и так далее. Вот по Москве у нас проще, допустим. У нас сейчас наладился с правительством диалог, некоторые решения уже приняты, вот так как бизнес просил. С правительством Москвы, естественно. Полот Московское, работаем с правительством Москвы. По некоторым позициям уже достигнут компромисс, нормальные решения приняты. Понятно, что власть хочет одно жесткое и так далее. Бизнес не хочет. Бизнес вообще не хочет ничего. Он не платить налоги не хочет. Он не хочет платить аренду и так далее. Ну, в идеале. Он хочет оптимизировать свои затраты. Это нормально. Ну, вот надо найти компромисс какой-то и принять решение, которое не погубит бизнес, но даст возможность власти провести свое решение, пополнить казну и так далее. Вот в этом диалоге как-то можно что-то сделать. Если без диалога, мы считаем, что с макроэкономической точки зрения предприятие надо закрыть. Все, тогда катастрофа. Ну хорошо, но такие площадки, возможно, в Москве и в Петербурге. Где еще такие площадки можно создать? Мне кажется, сейчас они будут создаваться и создаются уже во многих регионах. То есть есть же вот эта оценка инвестиционной привлекательности регионов. Мне кажется, в последний год-два произошло такое достаточно кардинальное изменение сознания руководства многих регионов, которые поняли, что без бизнеса они никуда. И что вот создать тот климат, который будет привлекать к себе новые производства и новых людей, это задача, по сути, каждого губернатора в настоящий момент, в том числе иностранных инвесторов. Что в этом плохого, на самом деле, если они не ведут сюда деньги, технологии, обеспечат более высокий уровень жизни и производство будет размещено в России, а не где-нибудь в Китае? Ну вот Калуга очень хороший пример. Ну Калуга, Воронеж, Белгород, по сути, то же самое, такие положительные примеры. Почему этих губернаторов уже не наградили званием Героя России и не подняли до уровня там, ну хотя бы вице... Это вопрос не к нам. Я думаю, что это не к нам вопрос. По Подмосковью мы поборемся серьезно с Калугой за место. Но давайте вернемся к Архангельску. Вот я начал говорить об открытом письме Илье Забежинского, да? Вот он пишет про свою лесопилку. Три тысячи человек живет в этом городке. И сейчас говорить о том, что они неэффективны, ну это очень странно. Кому принадлежит лесопилка? Ну я так понимаю, что принадлежит им непосредственно. Потому что тут не пишется... Он не пишет, кому именно принадлежит. Но там всего три тысячи жителей. Все они работают на этом предприятии. Ну или обслуживают тех, кто работает. Да, все. И он возмущен тем, что правительство не будет искусственно сохранить рабочие места. Вот эту фразу расшифровывает. Неэффективные работы не должны быть выведены из оборота, а жителям моногородов следует пройти переквалификацию. И он задается вопросом. Вот человек, который говорит такие слова, он вообще, цитирую, он вообще соображает, чего он говорит? Он вообще-то понимает, что говорит о живых людях. И мы вообще-то... Вот кто разрешил так про людей-то? Из оборота выводят ветхие купюры. Это понятно. Из оборота и на утилизацию. А люди не купюры. Из оборота их вывести только на кладбище можно. Коллеги, мне кажется, это абсолютно неправильное понимание. Почему? Никто людей из оборота выводить. Они высококвалифицированные специалисты. У нас не хватает трудовых ресурсов для того, чтобы обеспечить рост ВВП до 2020 года. Нам, кроме своих трудовых ресурсов, которые нужно, вот как я уже сказал, переучить и показать, что они могут и заработать больше, и жить лучше. Еще один миллион мигрантов, извините, я говорю, наверное, совершенно непопулярную вещь, минимум миллион мигрантов в год завозить. Для того, чтобы к 2020 году у нас сохранился рост экономический. Потому что мы с 2015 года убыль трудоспособного населения минус миллион человек в год. Посмотрите цифры статистические демографов. Минус миллион человек в год. Поэтому вопрос о каждом человеке, как трудовой единице, российском, он становится вообще, он суперценный, каждый человек становится. И когда вот человек пишет там, по-моему, он просто не понимает, о чем Дмитрий Анатольевич сказал. Потому что речь идет о том, что вот эта лесопилка, например, взяли в лизинг, допустим, в современное оборудование, с программным обеспечением, которое обеспечивает качество лесоматериалов, такие, которых с удовольствием будут покупать китайцы, с удовольствием будут покупать шведы, финны, европейцы, которым леса не хватает. Я вам рассказываю, он написан, вот прям цитирую, вот ответ на то, что вы говорите. «Пусть мне никто не говорит, что правительство и местные власти сделали все возможное для возрождения моногородов. За семь лет я не видел ни одного подготовленного властью плана вывода нашего поселка и завода из кризиса, ни одного аналитического исследования, ни одной серьезной разработки, ни одного похода к инвесторам, ни одной попытки проявить хоть какую-то активность. Ничего. На нынешних осенних выборах ни один кандидат-депутат от «Единой России» вообще не поинтересовался, чем помочь заводу. Ни один. Но они проголосовали за «Единую Россию». В это я верю. Но я же еще раз сказал, это не значит, что это безвыходная ситуация. Таких моногородов, где 3-4 тысячи живет и работает на одном предприятии, ну масса. Ну вот надо не закрывать эти предприятия, а сделать все, чтобы максимально, тем более... Это может быть суперпредприятие, экспортное ориентирование. Да, максимально, чтобы это предприятие заработало с другой производительностью труда, выпускало другую продукцию. Вот понимаете, мне кажется, что здесь нужно не идти по пути. Закрыли предприятие, разогнали людей. А вы уверены, что мы не пойдем по этому пути? Я думаю, что наверняка мы пойдем по самому плохому пути. Ну это потому, что у нас традиция такая. Да, но вы уже сказали, что государство не готово, но уже декларация есть. Все. Это вброшено в публику. Вот пошли открытые письма. Публика ответит, понимаете? Публика уже отвечает. Вот открытое письмо. Поэтому я думаю, какой-то компромисс должен найти здесь. Вот сейчас задача властей региональных в том числе найти применение всем таким заводам. Вот этот, по-моему, пример очень хороший. Потому что его не так сложно переориентировать с убыточного сделать прибыльным. Правильно. Я вот вас поддержу, потому что важно здесь смотреть, какая отрасль. То есть в лесной, лесообрабатывающей промышленности там огромный потенциал. Огромный. Второе, значит, очень не хотелось бы, чтобы статья Дмитрия Анатольевича послужила сигналом для чиновников, что все, можно с людьми не считаться и начинать эти предприятия закрывать. Потому что нам же сказали, не надо любой ценой. Вот нам... Так, так, так и будет воспринято. Так вот нельзя так воспринимать. Если люди так воспринимают, люди откликнулись тут же, потому что они прекрасно понимают, как только дан сигнал, значит, жди беды. Вот мне кажется, тут проблема одна, что правильные экономические посылы не всегда облекаются в правильные политические оболочку реальную. Потому что экономика, она объективна. Если то же самое предприятие не сделать прибыльным, эффективным, то оно рано или поздно закроется. И люди будут выброшены на улице. Это экономичная. Поэтому задача стоит, как максимально короткие сроки сделать его современным. Реально. Мало того, еще есть вопросы о создании новых рабочих мест на территориях, которые у нас не заселены. Фактически. У нас с Дальним Востоком просто огромная проблема. Там 350 миллионов китайцев живет на границе с нашим Дальним Востоком. Весь Дальний Восток, это порядка 30 миллионов за Уралом. И вот здесь надо создавать рабочие места. Может быть, будут переезды тогда. То есть те люди, которые из моногородов переезжают на современные производства на Дальнем Востоке, а это как бы не сказка, потому что создать на Дальнем Востоке и инфраструктуру, и порты, и так далее, и заводы по переработке того же жиженого газа, это все возможно. Это не какой-то блеф и миф. Надо, мне кажется, этим заниматься. Вот тогда эти люди не потеряются, они переедут и будут получать вполне приличные деньги. И, естественно, государство должно позаботиться о том, где они будут жить. Извините. И какая там будет инфраструктура для их детей, образования и так далее. Если к этому не подходить нормально, вот тогда мы потеряем очень много. Но я еще раз повторюсь, главное, чтобы эта статья не воспринималась как призыв все, отключить всякие сентименты и, в общем, забыть про этих людей, которые работают на неэффективных предприятиях, хотя это не их вина абсолютно. К нам присоединился сейчас директор института социальной политики Вашей школы экономики Сергей Смирнов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Доброго дня всем. Да, мы обсуждаем как раз предложение Медведева менять профессию и место жительства и реакцию тех же рабочих, по крайней мере, и возможность вообще такого рода системы в нашей стране, насколько государство готово. Мы поняли, что государство не готово, но государство понимает всю трудность положения. Поэтому мы пытаемся разобраться, насколько мы к таким системам, которые уже работают в той же Америке, в Соединенных Штатах Америки, где люди готовы через 3-4 года переезжать из одного города в другой и считают это нормальным, у них есть для этого все возможности. У нас этого нет. Ну, почему же нет? На самом деле, я не сомневаюсь, что мои... Микрофончик подвиньте наверх. А, прошу прощения. Мои замечательные коллеги, которых я хорошо знаю, ну, высказали немало ценных мыслей, поэтому я прошу прощения за какие-то повторы. На самом деле, у нас проблема состоит в том, что народ-то у нас ездит, но он... Ага, вот так. Извините, коллеги. Народ-то у нас ездит, на самом деле. Но не так много, не так часто. На самом деле, у него другая модель переездов. У него модель движения за деньгами, будь то государственные деньги, ну, вот скажем, бюджет, да, о чем вы, я не сомневаюсь, говорили, или будь это средство домохозяйства. Посмотрите, как изменилась структура ремонтного производства, я имею в виду ремонт жилья в Москве. Значит, четкое разделение труда. По Марксу почти что, да, черную работу делают, как говорится, низкоквалифицированная рабочая сила из наших южных республик Советского Союза. А финишную отделку, я надеюсь, никого не обидел, я, по-моему, политически корректно, а финишную отделку делают люди из регионов, между прочим, да. Вот конкретно это тоже сюжет. То есть, на самом деле, рабочие места идут за деньгами. Вот когда мы проводили исследование пару лет назад для Федеральной службы государственной статистики и смотрели их материалы обследования по проблемам занятости. Что там произошло? Четкая, абсолютно, корреляция. Есть инвестиции, есть поток мигрантов, но временной. Продолжим буквально через несколько минут. Россия нам предлагает менять профессию вместо жительства. Предлагает это, в частности, премьер-министр Дмитрий Медведев. Готовы ли вы поменять профессию и переехать в другой город? Если вы готовы, то отправляйте нам смс на номер 5533 с буквой А. Если не готовы, то на этот номер 5533 отправляйте букву Б. В конце программы подведем итог. Это произойдет буквально через 11 минут. У нас сегодня в студии вице-президент опоры России, гендиректор компании «Русский огород» Владислав Корочкин, директор департамента информационной политики и связи с общественностью Московской торговой промышленной палаты Андрей Лапик и директор института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Сергей, поскольку вы к нам присоединились буквально вот совсем недавно... Я не хочу хлеб отбивать у колеб. Мне страшно интересно их послушать на самом деле. Мы их слушали 45 минут. Я вам должен сказать, что это было крайне интересно и даже спорно в некоторых моментах. Но мы пришли к выводу, что государство не готово, но уже объявило об этом. Есть реакция народа, скажем так, по крайней мере, вот открытое письмо, на которое я натолкнулся из Архангельска, называется «Москва. Путину открытый вопль». Человек рассказывает про свою лесопилку, про город, в котором они живут, 3000 человек. Он категорически против какой-то реструктуризации и так далее, потому что там работают высококвалифицированные специалисты, и на кого они будут переучиваться, он не понимает, и он также не понимает, вообще нужно ли переучиваться им. А может быть, это нужно переучиваться власти, потому что они неэффективно руководят, соответственно, не могут подготовить плацдарм для того, чтобы экономика каким-то образом развивалась. Он задает прямые вопросы, причем президенту и партии, за которые он голосовал, и весь их городок голосовал. Понимаете? Вот так вот. На самом деле, ну, по-моему, мы все читали, как только, кстати, Дмитрий Анатольевич появился в электронной версии, мы читали, как говорится, комментарии благосферы, да? Да. Вот, да. И это было конкретное вполне указание, кому надо менять профессию и куда переезжать. Надо тем, кто должен изменить профессию. Но шутки шутками, вы знаете, у нас нет, по-моему, единых регионов, единых типовых решений. Вот в этом году я съездил в Переславль после тысячелетнего перерыва, да? И город фактически реструктурировался, да? То есть фактически каждая изба это некий музей, это туристская индустрия, там появилось столько частных музеев, а это новые рабочие места. Пусть и не в тех масштабах, как раньше это было, да? Но это другая экономика, но это доходы, это конкретные доходы от туристов, от экскурсантов, которые посещают этот музей, другой музей и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот везде есть своя специфика. А вот в тех городах, где вот Вопль, да, ну, там, наверное, гораздо меньше вариантов, да, для развития событий. Мышкин, уникальная судьба, да, понимаем, в сторону туризма все это. То, что пошло по Волгобалту, тоже они получили дополнительный некий, некую стимул для развития. А вот реальное производство, реальный сектор все-таки, на мой взгляд, сейчас, пока, пока, это все-таки идут за инвестициями, рабочие места и люди. Мы, когда вот проводили это исследование, о котором я говорил, уважаемые коллеги, выяснилось, что экономику Чечни восстанавливают представители 17 субъектов Российской Федерации. Так, на минуточку, да. Там, по-моему, было порядка 6 тысяч человек, да, работали. Это новые рабочие места. Но это сезонная занятость. Это в своем роде отходничество некое, да. Вот они приехали, заработали денег, потом уехали к себе. Точно так же, как и с ремонтом в Москве, да. Приехали, заработали, на зиму уехали строить свой собственный дом на периферии. А вот что касается реального сектора, то здесь, безусловно, нельзя обойтись. Ну, возьмите ту же Калугу, набившую Оскумину сюжет. Ну, вот, достаточно было туда посадить одно автопредприятие, и вокруг него вот шинное производство сейчас там и так далее. Это тоже зависит еще и от руководства, да? Конечно, конечно. От того, как ведет себя руководство. Что оно предлагает? Как работает с инвесторами? Готово ли оно вести диалог, переговоры, поставить правильную позицию? От этого очень многое зависит. Придет человек с деньгами или не придет? Ну, я уже говорил про инвестиционный стандарт регионов, который сейчас будем отслеживать очень внимательно, буквально там в режиме, наверное, онлайн. Но я бы хотел вернуться все-таки к письму, потому что там был задан вопрос, и вы сказали, там высококвалифицированные специалисты. Давайте определимся, что в данном экономических условиях считать высокоспециализированным специалистом. Того, кто умеет работать топором, или того, кто умеет... Работать... Хотите, я найду? Работать, нет. Сейчас прям в письме. Буду рыться сейчас, копаться, найду. Я уверен, что не высококвалифицированный специалист. А я не уверен, потому что есть прошлое понимание, есть будущее, потому что сейчас высокоспециализированный специалист для лесопилки это тот, кто умеет управлять оборудованием автоматическим, с компьютера, а не тот, кто умеет работать топором. И вот непонимание этих вещей вызывает такие письма. И вот с этим пониманием нужно работать, что уже другой уклад и другой век. И твои навыки, которые были супервостребованы, и ты считался высококвалифицированным специалистом 10 лет назад, сейчас ты уже низкоспециализированный специалист, потому что ты не умеешь работать на современной технике. Слушайте, ну человек же даже написал, я же вам цитировал, что не было никаких переговоров, никто не интересовался их лесопилкой и так далее. Это проблема. Не было никаких инвестиций, то есть руководство даже... Я согласен. Ни разу не приехала, но они все проголосовали за Единую Россию, за президента. То есть они доверили свою судьбу, делегировали полномочия, скажем, власти, которые не интересуются их судьбой. Что будет дальше? Им предлагают поменять профессию и переехать. Они жили там веками, может быть. Им пока никто ничего не предлагал. Но, по крайней мере, им уже намекнули, пора думать об этом. То непонимание, которое я сказал, высокоспециализированных специалистов 20-го века и 21-го, оно отсутствует и в головах того же самого руководства регионального до сих пор. Но, тем не менее, вы мне также сказали о том, что есть интерес к этому виду производства. Есть интерес и у иностранцев. Но они почему-то добрались до Архангельской области. Ну, наверное, их туда не пускали. Или не пускали. Довольно долго. Да, и не пустят. Я так предполагаю. Я уверен, что даже не пустят. И собственника не будет, скорее всего. Поэтому люди готовятся к самому худшему. Мы не можем предложить эту дорожную карту, о которой вы говорили. Нет ее. И в ближайшем будущем вряд ли она появится. Почему? Ну, не появится. Когда? Вот назовите мне дедлайн. Когда появится такого рода? Я не отметил, Анатолий. Но, тем не менее, вы один из специалистов, который говорит о том, что... Я специалист другой отрасли. Да, но, тем не менее, вы говорите, что это правильно. Я тоже понимаю, что с точки зрения экономики это правильно. С точки зрения нашего менталитета, нашей готовности, это совершенно неправильно. Мы не готовы. Мы сейчас сбросили это, народ, как кость. Пережуем, съедим, не съедим. Съедим. Но мы не готовы к переезду. Мы не готовы поменять профессию. Ведь это так. Так. Дело не только в том, что мы не готовы. Мне кажется, что все страна, все рефористы не позволяют это делать. Коллеги, еще один момент. Это возрастной водораздел. Тоже прошли. Да. Вот мне кажется, что молодежь вполне уже в других, как говорится, западных, особенно, кто получал нормальное образование, они уже знают, как надо жить. И они не будут цепляться за свою единственную в жизни квартиру, за свой единственный в жизни дом. Я думаю, что вот как уйдет, извините, коллеги, дай бог всем нам здоровья, да, и всем нашим коллегам, но когда появится вот эта полностью молодая поросль, это будет гораздо проще. И они уже будут по западным образцам нормальным. А я вам скажу, что сейчас это происходит. Это поросль, который живет в регионах. Да, они получили образование, они понимают, что можно зарабатывать больше. Они едут в большой город, в Москву, в Петербург. Они не едут в регионы. Они прекрасно понимают, что они могут заработать больше, получить больше именно здесь. В большой столице. Или все, пока. Что значит пока? А вот вспомните девятый год. Подождите. Да, да. Да, вспомните. Москва была в числе лидеров по темпам роста безработицы. Попытки были, когда молодежь из Москвы вроде как высококвалифицированные специалисты должны были и поехали в регионы. Вернулись. Вернулись. Быстро. Не прошло и полгода, как все сюда вернулись. Речь идет о том, что мы обсуждали это в карьерных целях для молодежи. Это очень хороший путь. И все. Если тебя не держит недвижимость, семья и так далее. А дальше ноль. А дальше ничего нет. Все. Коллеги, скоро все поймут, что Москва не самый лучший город для жилья. И как только инфраструктура будет создана в ближайшем Подмосковье, из Москвы все побегут вообще. Не нужно будет иметь квартиру в Москве и дальше там. И человек, который получает здесь какой-то старт и зарабатывает, ну, допустим, от пяти тысяч долларов в месяц, он уже смотрит не на восток, не на юг, он смотрит на запад. Потому что, а, он знает язык, по крайней мере, он его здесь учит. Или владеет им. Потому что на всех высококвалифицированных должностях люди должны знать хоть как-то язык. Это правда. Он съездил пару раз в Германию или в Испанию, и он уже рассматривает свою жизнь там, не здесь. В Испании безработица. Это большая ошибка. 50 процентов. 50 процентов безработица в Испании среди малых выпускников. Это не останавливает нас. 50. Давайте Владимира послушаем. Нашего слушателя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не запомнил, к сожалению, комментарий того человека, который сказал, почему люди у нас не обучаются. Я кратко бы хотел обрисовать ситуацию на примере своего родного отца, который специалист, холодильщик, подрывообработки. Говорит, что надо обучаться. Где? Где найти центр, который обучит специалиста? Владимир, мы как раз таки говорили о том, что нет этой инфраструктуры. Нет ее. Нету. Отец меняет профессию за профессию, чтобы кормить. Свою семью дети отсоединились самостоятельно. Но он постоянно переживает, что он как специалист высококлассный. Причем работавший на каких-то станках, с каким-то оборудованием. Сейчас не востребован и ищет, грубо говоря, как прокормиться, где, как, чего делать. Вот сейчас беда. Это беда старшего поколения, которое оставил всю разбитого корыта. А новое поколение, которое сейчас, вы говорите, морода и поросли. Ну, не востребовано у нас сейчас такой в стране, чтобы были профессиональные технические училища, которые готовили на современной базе новых специалистов. Ну, к сожалению, такая ситуация, как мне видится. Спасибо, Владимир. 651099-6, код города 495. Мало того, что нет базы, нет специалистов, которые бы обучали современным навыкам, ну, скажем так, грубо. Нет, да нет практически ничего. И деньги-то нужно вкладывать именно в это, не в переезды, а нужно вкладывать именно в образование, в те же профтехучилища, которые были раньше. Да, в них вкладываются деньги. Их достаточно много, на самом деле, только вкладываются неэффективно, исходя из той парадигмы. Из парадигмы прошлого, а не из парадигмы будущего. Ну, вот я вот сейчас смотрю как раз-таки, как голосуют. 50 на 50. Кто-то готов уехать, а кто-то не готов. Причем это голосуют в основном москвичи и те люди, которые живут в Подмосковье. А вот этот же вопрос, если задать людям на периферии, я уверен, они все скажут, мы готовы переехать в Москву. Потому что здесь есть, а, есть работа. И очень большой вопрос насчет вакансий 1,2 млн. Что это за вакансии? Какого рода? Понимаете? Не знаю. Это огромный вопрос, на самом деле. Эти вакансии не будут востребованы этими людьми, которые готовы переехать. Они не будут. Как правило, это низкоквалифицированные вакансии с маленькими зарплатками. Если мы говорим о службе занятости, о государственной. Причем это же официальные данные. Мы знаем, что не официальные, а это совершенно другие цифры. Еще больше. Естественно. Еще больше. И на порядок. Понятно. А погоня за высококвалифицированность специалистами, она была давно. И сейчас она продолжается. Нет никаких гарантий того, что вы найдете хорошего специалиста для своей компании. Нет. Во-первых, нет. Во-вторых, специалисты, все хорошие, они где-то уже пристроены. Реально. Просто я сталкиваюсь с этим ежедневно. Дефицит рабочей силы, он усиливается с каждым днем. И будет так дальше. Готовы ли мы переехать? Вот в чем вопрос. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Поговорили с нами. Я надеюсь, что мы задали некий темп и ритм нашей власти. Спасибо. До свидания. Это была программа Продокс.